Вот это вот тоже тот момент, когда это не критика Кадырова, а это критика уже всех мусульман. Это касается всех нас, потому что многоженство это то, что принято в исламе, принято у мусульман. Вот что он говорил в интервью агентству Интерфакс всего несколько лет назад. В России проживает 25 миллионов мусульман, и для таких регионов, как Чеченская Республика, многоженство должно быть разрешено. У Кадырова нет армии, у него есть секретная полиция, которая контролирует местное население. То же, что и гестапо, и другие в истории. Армия Кадырова это российская армия. Илья Яшин вчера запубликовал ролик под названием «Кадыровщина. Как Путин сдает Кавказ». Я посмотрел этот ролик, и в большинстве того, о чем говорил Яшин, я, наверное, конечно же, с ним согласен. Критика в адрес Кадырова и выстроенной Путиным в Чечне вертикали власти, она, конечно же, правильная, и не соглашаться с ней невозможно. Но есть несколько моментов, в которых я не могу согласиться с Ильей Яшиным, и хотел бы сделать свои замечания к тому, что было им озвучено. И начнем мы, наверное, с самого начала этого ролика. Яшин его начал с утверждения о том, что Кадыров решил завладеть частью ингушских земель. Например, в 2018 году разгорелся конфликт на границе Ингушетии и Чечни. Рамзан Кадыров решил присоединить к Чечне часть ингушских земель. Глава Ингушетии Юнус Бек Евкуров не рискнул спорить и подписал соглашение, уступив Кадырову почти 10% территории своей республики. И это привело к массовым протестам. Кадыров решил присвоить себе часть ингушских земель, говорит Илья Яшин. И здесь вот такой момент. Дело в том, что в либеральных кругах российских и вообще в целом в оппозиции считается хорошим тоном, когда в любой ситуации ты выступаешь против власти. И, наверное, в большинстве случаев это так и есть. Так будет правильно. Но бывают исключения. Бывают исключения, где не всегда власть не права. А более того, противостоящие этой власти люди могут быть ничем не лучше самой власти. И могут быть неправы в каком-то конкретном случае. И вот это утверждение о том, что Кадыров решил завладеть, забрать часть ингушских земель, оно в корне неверное. И гораздо правильнее было бы сказать, что это в свое время власть Ингушетии решила присвоить себе часть чеченских земель. Если бы этот вопрос изучил бы Илья Яшин перед тем, как опубликовать это видео, для него бы это открылось, что там не было никакого присвоения ингушских земель. И вообще неправильно подобным образом говорить об этом пограничном конфликте. У этого есть своя предыстория. В начале нулевых это земля, которая с момента распада Чечена-Ингушетии была частью Чечни на тот момент независимой и суверенной Чеченской республики Ичкерия. В начале нулевых власти Ингушетии решили в одностороннем порядке, не согласовывая это вообще ни с кем, просто взять и кусок этой земли забрать себе. Сделать из него там какой-то заповедник. То есть вот эти слова Яшина о том, что Кадыров решил присвоить ингушские земли, они будут справедливы, если сказать наоборот, что власти Ингушетии решили присвоить себе эти чеченские земли. И здесь очень важно отметить, что когда ты критикуешь Кадырова, то это один момент, но когда ты говоришь что-то про, допустим, вот эти вот земельные конфликты, когда ты говоришь подобные вещи, что вот, значит, там ингушские земли были присвоены, это уже не критика Кадырова, это уже касается всех чеченцев. И вот это вот очень важно понимать разницу, не переходить вот эту вот черту. И здесь Илья Яшин, сказав подобное, это касается уже и меня, и каждого чеченца, так как эти земли, как раз-таки принадлежащие Чеченской республике Ичкерия, Илья Яшин называет их ингушскими. И это получается не Кадыров присвоил ингушские земли, это уже касается всех чеченцев, так как позиция чеченцев в этом вопросе, она однозначна. Поэтому здесь не совсем правильно было делать подобное заявление. Далее, то же самое, вопрос, касающийся критики конкретно Кадырова или целого народа, или даже целой конфессии. Он прослеживается в вопросах многоженства. Вот что Илья Яшин говорит про многоженство. Вопреки российским законам, в Чечне фактически легализовано многоженство. И для Кадырова это, судя по всему, принципиальный вопрос. Вот что он говорил в интервью агентству Интерфакс всего несколько лет назад. В России проживает 25 миллионов мусульман. И для таких регионов, как Чеченская республика, многоженство должно быть разрешено. Тот, кто считает нас за это дикарями, сам таковым и является. Потому что многоженство – это нормальное, чистое и правильное отношение к женщине. И это не просто теоретический спор. Чистое и правильное, как говорит Кадыров, отношение на практике зачастую приводит к тому, что женщина, по сути, становится собственностью мужчины. В Чечне практически легализовано многоженство, говорит Илья Яшин. И затем приводит цитату Кадырова. И вот далее уже он делает свое заключение. К сожалению, мы можем спорить о том, правильно это или нет, но, к сожалению, в большинстве случаев это приводит к нарушению прав женщин, что она становится собственностью и так далее. Вот это вот тоже тот момент, когда это не критика Кадырова, а это критика уже всех мусульман. Это касается всех нас, потому что многоженство – это то, что принято в исламе, принято у мусульман. И с этим может не соглашаться, допустим, представитель Дне Ислама, ему может это не нравиться. Но говорить подобное, что это приводит к нарушению каких-то прав, это уже оскорбление нас. Во-первых, в России многоженство – оно непреследуемо. То есть это ненаказуемо. Оно нелегализовано. Да, я не могу жениться второй, третий, четвертый раз и все эти браки оформить официально в ЗАГСе. Но за то, что я женюсь несколько раз, у меня будет несколько жен в России, за это меня никто преследовать не будет, никакого уголовного наказания не предусмотрено. При Советском Союзе подобное было, это было наказуемо и преследовалось. Как только Советский Союз рухнул, в Российской Федерации это не преследуется. То есть говорить о каком-то наказании за это не приходится. Соответственно, это не преследуется законом. Это нелегализовано, но не и непреследуемо. И если, допустим, российские граждане считают, что это должно преследоваться именно, то это нужно, наверное, прогонять через Государственную Думу, принимать закон и за это наказывать. Без этого говорить о преследуемости подобного нельзя. Соответственно, когда Кадыров или кто бы то ни был еще призывает к тому, чтобы люди женились там два раза, три раза, четыре раза, он не нарушает никакого закона России. Даже будучи чиновником, он не нарушает закон России, так как это не запрещено. Соответственно, если это не запрещено, это может практиковаться людьми, если они того желают. Не только мусульманами и немусульманами. Любой гражданин России может иметь там 20 жен, как-то по-своему там это обосновать, сказать, что вот это все мои жены и жить с ними. И это никак не будет преследоваться российским законодательством. Но когда вы говорите, что это приводит к каким-то нарушениям права и так далее, это подобно тому, как я сейчас скажу, что вот моногамия, допустим, мы можем типа поспорить, хорошо это или плохо, но, как правило, это всегда приводит к подкаблучничеству. И приведу в довод какой-то неправильный, неуместный довод. Кстати говоря, обосновывая эту свою точку зрения, Илья Яшин приводит некорректный, неуместный к данной ситуации довод. Вообще чеченские власти нередко вмешиваются в семейные дела. Например, если женщина сбегает от мужа, который ее бьет, то проводятся целые полицейские операции, чтобы вернуть ее в семью. Этим летом чеченская полиция штурмом взяла помещение кризисного центра в Махачкале, где от домашнего насилия пряталась халифат Тарамова. Ее ссвою вернули родственникам. Видите, здесь говоря о многоженстве, с темой многоженства, он говорит, что там избивают женщину, муж избивает свою жену, и она не имеет возможности спастись от этих попоев. И приводит пример халифат Тарамова, которая была из этого кризисного центра, из квартиры в Дагестане, которая называется кризисным центром. Она оттуда была возвращена обратно в Чечню. Но дело в том, что халифат Тарамова, она даже не замужем. У нее не было никаких проблем с мужем. Это вообще никак не связано с многоженством. Там была чисто семейная проблема родителей и детей. Непонимание между родителями и детьми. Такая классическая личная беда конкретно одной семьи. И упоминать это в контексте многоженства, избиения мужем своей жены, это было крайне неправильно. И таким образом может поступить любой человек. Я тоже могу сейчас привести, опять-таки, в пример, сказать, что моногамия приводит к подкаблучничеству. И привести там в пример какой-нибудь, вообще неуместный пример, который не касается ни моногамии, ничего. И вот это вот важный момент, от которого я хотел бы все-таки предостеречь. Вам может не нравиться, что у мусульман принято иметь четырех жен. Вам это может не нравиться. Но никто ведь и не заставляет вас иметь этих четырех жен. Давайте-ка относиться друг к другу все-таки как-то более либеральнее, что ли. То есть, тот, кто хочет иметь нескольких жен, его не нужно сразу же подозревать в том, что он избивает этих своих жен. Он может, эта семья, полигамная семья, она может жить вполне в нормальных цивилизованных отношениях. Никто никого не избивает, никакого насилия не применяет. И в целом все довольны в этой семье. Точно так же и с моногамными, кто хочет иметь только лишь одну жену, его тоже не нужно обвинять в подкаблучничестве, но ему так хочется, кому-то хочется иметь одну жену, кому-то их хочется иметь четыре. И в этом нет никаких проблем. Просто нужно к этому относиться как-то толерантнее. И понимать разницу между критикой власти, критикой Кадырова и критикой вообще каких-то конфессиональных и народных устоев, их традиций, их религий. Не переходить на эту платформу и не обижать всех мусульман или чеченцев. Также я хотел бы прокомментировать слова Ильи Яшина, сказанные про Кадыровскую армию. Правда в том, что Рамзан фактически создал региональную армию, которая является, возможно, наиболее боеспособной группировкой в нашей стране. Эти солдаты имеют значительный боевой опыт. Многие воевали против России. Части кадыровцев участвовали в вооруженном конфликте с Украиной и побывали в других горячих точках. По мнению Ильи Яшина, Кадыров имеет сегодня в России, наверное, возможно, одну и самую боеспособную армию. Я не соглашусь с Ильей Яшином. Мне в целом его озабоченность этим вопросом, она мне понятна. И это, наверное, правильно. Но считать кадыровскую армию самая боеспособная в России, это, мне кажется, оскорбление российской армии. Вот при всей моей ненависти к российской армии, при всей моей враждебности и моих сепаратистских взглядах, но даже я получается более лучшего мнения российской армии, чем Илья Яшин. Дело в том, что боеспособность армии, она все-таки проверяется в боевых условиях, на войне, на каких-то операциях, боевых столкновениях. И мы видели немало каких-то боевых столкновений, боевых операций, в которых кадыровская армия облажалась. Она, наоборот, показала свою абсолютно боевую непригодность. Я неоднократно приводил эти примеры, я даже не хочу сейчас снова повторяться, приводить тот же случай в начале 2014 года, когда группа вооруженных людей вошли в Грозный, и в Доме печати, и в 20-й школе они тогда забаррикадировались. И мы помним, как себя тогда повела кадыровская армия. Просто сожгли эти здания, и в результате погиб ни в чем не повинный человек, приехавший из России в командировку, руководитель какой-то мебельной компании. Подобных моментов немало. Мы не знаем ни одного случая боевой конкретно операции, где кадыровский спецназ, кадыровская армия, где бы они себя проявили, где они показали бы свою высокую боевую готовность, подготовленность. Мы ничего из этого не знаем. Более того, сейчас вот последний пример сдачи на краповые береты, но это же вообще был позор этих кадыровских бойцов, кадыровской армии. Они наоборот показали, что то, что ребята из российской армии сдают своим потом, своим трудом, своей кровью, эти пытались там, мухлевали, подвозили друг друга. Наоборот, показали свою вот абсолютно профессиональную непригодность. Поэтому согласиться с этими словами Ильи Яшиной я просто не могу. Я считаю, что кадыровская армия, она все-таки одна из самых, наверное, непригодных с точки зрения боевого профессионализма в России. Хотя в целом российская армия, российский спецназ, он не блещет, наверное, какими-то успешными боевыми операциями. Буденовск, Беслан, Норд-Ост, мы видим, что профессионализм не на лучшем уровне. Но кадыровская армия вот в этом хит-параде будет, наверное, на каких-то последних местах. Также я хочу обратить внимание на слова Ильи Яшина по поводу убийства Джамбулата Дадаева в Грозном. Например, в свое время полицейские из Ставрополя попытались задержать в Чечне некоего Джамбулата Дадаева, но в результате начавшейся перестрелки тот был убит. В ответ на это кадыров собрал заседание правительства и публично запретил силовикам из других регионов России проводить операции на территорию Чечни без его разрешения. В противном случае Рамзан приказал своим подчиненным стрелять на поражение в российских полицейских. В результате перестрелки был убит Джамбулата Дадаев, говорит Илья Яшин, но это тоже неверно. Никакой перестрелки там не было. Джамбулата Дадаев был просто расстрелян. У него не было ни оружия, он не сопротивлялся, он ни в кого не стрелял. Даже в официальной версии его убийства нигде не говорится, что он отстреливался, что он попытался даже кого-то застрелить. Там лишь говорят, что он попытался уйти от задержания, что тоже не является верным. Его просто убили. Приехали люди из Ставрополя и просто нагло казнили чеченца. Поэтому это тоже момент, который не... Это не критика в адрес Кадырова, это критика в адрес всего чеченского народа. Если недовольство тем, что приехали люди из Ставрополя и убили чеченца является каким-то плохим появлением, то это касается всех нас. Мы все этим недовольны. И слова Кадырова, что он там как-то высказался, типа, если кто-то приедет, без вашего ведома стреляйте. Мы ненавидим Кадырова, мы его презираем. И в данном случае я прекрасно понимаю, что Кадыров не из переживаний за чеченский народ, не из переживаний за Джамбулата Дадаева это сказал. Ему плевать, он сам с удовольствием убивает чеченцев. Его здесь оскорбило только то, что их не поставили в известность, когда проводили эту операцию. Это было единственное, что ему не понравилось в этой теме. Но нам, чеченцам, не нравится вообще сам факт, что к нам кто-то может приехать, и не важно, будь это ставропольчанин или будь это кадыровец. Нам не важно, кто убивает нас. Нам это все не нравится. И когда подобные вещи озвучиваются, это касается всех нас. Мы против того, чтобы нас убивали. И когда был убит этот руководивший этой операцией в Ставрополе сотрудник полиции, ну это месть людей, родственников этого Дадаева. Здесь Кадыров, я думаю, здесь ни при чем. Ну и последнее по поводу ролика Яшина, это его утверждение по поводу нашего суверенитета, что якобы Кадыров получил то, за что больше того, за что оборвались наши лидеры. При этом никто из лидеров чеченских сепаратистов и мечтать не мог о той власти и автономии, которую Путин в итоге предоставил Кадырову. Отказавшись от вооруженной борьбы за независимость, Рамзан получил эту самую независимость по факту в результате соглашения с Путиным. Кремль предоставил ему практически все, на что претендовали боевики, воюя с Россией в 90-е годы. Практически все, кроме одного, формального признания суверенитета Чечни. Он получил все, кроме формального признания независимости суверенитета Чечни, как говорит Леон Яшин. Но дело в том, что именно за это боролись наши лидеры, именно за это боролся наш народ. Мы воевали за это, за то, чтобы формально, именно вот эта формальная часть, она для нас и важна. Мы хотим быть свободными, независимыми от России или от кого бы то ни было еще. А не так, чтобы мы были в составе, чтобы у нас формально на нашей территории действовали законы России, но по факту они просто не исполнялись российским наместникам. Мы не за это боролись. Мы как раз таки хотели, чтобы у нас не было ни формально, ни как, никаких российских законов, чтобы юрисдикция России не распространялась на нашу территорию, на наших граждан. А вот уже внутри у себя, как мы будем жить, хорошо или плохо, или хорошая у нас будет экономика, или плохая, будут у нас деньги или нет. Будут наши законы на территории нашего государства исполняться или не будут они исполняться. Это уже будут наши проблемы. Вот за что боролись наши лидеры и наш народ. И неправильно говорить, что Кадыров получил все то, за что мы боролись, и даже больше того. Это, наоборот, игра на стороне Кадырова. Ведь это то, что они пытаются внушить нашему народу. Это то, о чем они рассказывают нам по местному телевидению. Говорят, что вот, мол, все за что там боролись наши лидеры, начиная со времен имама шейха Мансура, с 18-го, и в 18-м, и в 19-м веках, и вот новейшей истории. Что, мол, вот сейчас Кадыров это все реализовал. Но это ложь. Нет, это ложь. И говорить такое, это поддакивать этим преступникам. Как раз таки нет. Он не сделал, не получил ничего того, за что мы боролись. А наоборот, он сделал то, что мы презирали все это время. И то, за что боролись с нами. Он как раз таки стал проводником вот этой вот российской колониальной политики, которую они пытались еще с тех времен, с 18-го, 19-го веков у нас установить. Он стал тем самым инструментом, с помощью которого они это установили. И то, что лично Кадыров сегодня обогащается от кремлевских траншей, что вот лично его всячески одаривают деньгами, это не то, за что боролся наш народ. Да, у Кадырова и его непосредственных прихвостей, у них, конечно, ситуация хорошая. Они очень довольны своим положением. Они рады получать от России эти деньги за свое предательство. Но наш народ до этого не рад, мы-то от этого ничего не получаем. И даже если бы мы получали, это не то, за что мы боролись. Мы не хотим этого. Мы не хотим получать от России никаких траншей, ничего подобного. Мы хотим быть хозяевами своей земли. Быть хозяевами на своей земле, и чтобы нам принадлежало все то, что есть на нашей земле, и внутри ее нет. Вот что мы хотим. Мы хотим сами получать прибыль от того, что есть на наших землях. Сами хотим ею распоряжаться. Нефть, да, мы хотим сами качать свою нефть, продавать ее, или давать возможность качать эту нефть тем, кому мы хотим. Мы не хотим, чтобы у нас Россия решала, кто будет качать нашу нефть, и чтобы Россия ее продавала и получала за это свои деньги. Мы этого не хотим. Мы не хотим рост нефти на территории нашего государства. Может быть, мы были бы не против, чтобы там российские компании добывали у нас нефть. Но это должно быть с нашего согласия. То есть это должно быть на международном уровне. Это должны быть какие-то соглашения, договора. А не так, что в Кремле решают, кто у нас добывает нефть, и для кого они это делают. Поэтому это неправильное утверждение. Мы не за это боролись. Мы с самого начала экспансии России на Кавказ, мы боремся за свою свободу, за независимость от этой России, чтобы на нашей территории не действовали никакие ее законы, чтобы суверенитет России не распространялся на нашей территории. Ни формально, ни неформально. Никак. И это очень важный момент. Я надеюсь, что мы когда-нибудь все-таки придем к пониманию этого. И в Кремль все-таки сядут адекватные люди, готовые на какие-то переговоры, на соглашения. И мы все-таки достигнем этого соглашения в конечном итоге. И будем как соседи, как партнеры жить нормально, ездить друг к другу в гости, иметь какие-то отношения экономические, политические, военные и иные. Но для этого нам нужно все-таки разойтись. Нужно в конце-то концов понять, что мы ментально, культурно, религиозно, исторически, мы не можем быть вместе в рамках одного государства. Это невозможно. Всегда, пока эта политика России, колониальная, империалистическая политика России будет проводиться на Кавказе, всегда будет противодействие. Мы всегда будем стремиться к тому, чтобы освободиться от этого государства. У Кадырова нет армии. У него есть секретная полиция, которая контролирует местное население. То же, что и гестапо, и другие в истории. Армия Кадырова – это российская армия. Я с тобой согласен. Но здесь я и с Ильей Яшиным тоже соглашусь. Потому что, говоря о армии Кадырова, он подразумевает, что, несмотря на то, что формально они являются российской армией, служат в российской армии, получают зарплату из российского бюджета, в то же время это люди, которые набраны туда по принципу лояльности лично Кадырову, и они подконтрольны лично Кадырову. Это все-таки не классический пример, допустим, российской армии или российской полиции в других регионах. Мы ведь с вами понимаем, что в Татарстане, допустим, или в Башкирии, или в каком-нибудь другом регионе России, там губернатор или президент этого региона, он не контролирует, ему не подчиняются лично, допустим, глава МВД и глава Росгвардии и так далее. Понимаете? А здесь они подчиняются напрямую Кадырову, и Кадыров их даже назначает. Любого человека на должность в республике назначает-то Кадыров. Здесь все-таки есть некий индивидуализм в случае с Чечней. Поэтому здесь я не могу не согласиться с Яшиным. Говоря о личной армии Кадырова, в этом да, есть смысл. Однако, говорить о ее профессионализме не приходится. И здесь есть еще такой момент, когда он сказал, что они зависят напрямую от Кадырова, но они также и от России зависят. То есть в любой момент финансово и так далее, они все-таки зависят от России, и в любой момент Россия может это финансирование прекратить, и все, Кадыров сам со своей зарплатой только армию снабжать не будет, обеспечивать ее не сможет. Субтитры создавал DimaTorzok